Друзья, всем привет! С вами Денис Гусев. Ну что, первое видео на моем канале за последние месяцы это означает, что у меня началась подготовка к новым профессиональным турнирам. В этот раз подготовка у меня займет примерно 5-5,5 месяцев. Это будет зависеть от тех турниров, на которых я буду выступать. Как мы помним, сейчас 2021 год, до сих пор коронавирус, многие страны закрыты, в них не попасть. Но в календаре числится порядка 3-4 турниров в Европе и в Азии, на которые я теоретически могу поехать. В Америку, к сожалению, я поехать не могу, виза у меня закончилась, посольства закрыты, запись в Казахстане на почти год вперед, поэтому я выбираю пока только европейские и азиатские турниры. О чем будут мои ролики, кто не смотрел мои предыдущие серии, предыдущие выпуски за все мои предыдущие года. Итак, в этих роликах я рассказываю о своей подготовке к профессиональным турнирам по бодибилдингу в номинации Men's Physique. Я выступаю в Американской профессиональной лиге бодибилдинга и моя цель это, безусловно, затащить, то есть выиграть хотя бы в одном профессиональном турнире, ну или как минимум попасть в топ-5, потому что за места со второго по пятой дают коллекционные баллы, а за первое место дают путевку на Олимпию. Олимпия проходит у нас в Лас-Вегасе обычно, хотя в этом году она проходила в Орландо, потому что Вегас был закрыт. Вот, соответственно, моя задача сделать крутую огненную форму для того, чтобы побороться с участниками, а сейчас я хочу вам показать, как выглядят те участники, с которыми мне придется соревноваться. Вот вам чемпионы этих лет, или точнее чемпионы этого года, зацените их форму. Ну что, как вам? Монстры или кони в шортах, по-моему, это уже просто бодибилдеры, которые одели шорт, и вот с этими ребятами мне необходимо соревноваться, необходимо сделать форму. Соответственно, сравнивая свою форму за предыдущие года, я понимаю, что мне нужно значительно сильно улучшаться. Мне надо становится крупнее, больше, при этом становится жестче, пропорциональнее, ну и еще исправить немножко мое позирование. Какие методы я буду использовать для того, чтобы достичь своей цели? В первую очередь у меня есть моя команда, которая мне помогает готовиться. Это мой тренер Игорь Гостинин, с которым мы готовились в прошлом году. Это мой врач-эндокринолог Павел Попов. И, 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 внимание, новая информация. Я читал ваши комментарии, читал ваши рекомендации. Многие писали, Денис, если ты хочешь сделать форму американского про, тебе и нужно готовиться с тренерами, которые готовят этих американских про. Что ты готовишься с нашими? Ведь они не знают, как стать чемпионом в американском про, потому что они сами не были чемпионами. Поэтому, услышав вас, я через разные каналы, через своих знакомых в Америке нашел одного очень крутого специалиста, который будет помогать мне готовиться. Итак, знакомьтесь, мой новый тренер, который глобально готовит всех спортсменов, но конкретно со мной он будет заниматься питанием. То есть это мой тренер по питанию или мой специалист по питанию. Знакомьтесь, Риал. Мы помогли коуче, которые помогли по-произодку, которые помогли ко-k genuine, про-произодку, которые помогли от Olympев в 2020 год, мы помогли по-произодку, которые помогли по-произодку и cos-roe-произодку. И у всех игроков для Olympев в 2020 годах. И вот я хочу назвать вам несколько, guys like Steven Кау, кто был в Америке 2020 годах. Аарон Банкс, Родри Чеснир, которые были уникальны в Олимпии. Данил Аммонс, Антони Гилкс, Антони, которые играли в топ-10 в Олимпии. И, да, многие другие, многие другие, которые были уникальны в Олимпии. Я не знаю, что я не знаю. И я очень рада работать с Денис. Денис поздравил меня не так давно. Он хочет сделать большой сплэш в ИБД. Я рада работать с ним. Он имеет много потенциалов. Глубные мышцы, хорошие линии. И мы будем улучшить. И действительно его вкладывать в то, что эти джиджи. Ну что, вы, наверное, оценили Эрил и оценили тех атлетов, которых он готовит. Он реально крутой специалист. Я с ним уже общаюсь. Также напоминаю, что меня готовит Игорь Гостюнин. Игорь, тебе слово. Упс, облом. На моем месте должен был быть сейчас мой тренер Игорь Гостюнин. Но как тренер? Бывший тренер Игорь Гостюнин. А сейчас стою я. Что случилось? Игорь сменил приоритеты. Он мне написал, что он больше не хочет заниматься бодибилдингом, заниматься тренерством. Его интересует криптобиржа. Игорь активно занялся трейдингом на крипте. И сейчас у него не остается времени для того, чтобы вести спортсменов. Поэтому, к сожалению, мы с Игорем расстались. И вести он у меня больше к соревнованиям не будет. Если вам нужны какие-то более детальные подробности, что произошло, можете зайти в мой инстаграм. Я ниже под видео прикреплю ссылочку. И вы узнаете все подробности, полные истории, что произошло между мной и Игорем. Но мы продолжаем дальше. И мой бессменный врач Павел Попов, Паш. Приветствую. Меня зовут Павел Попов. Я врач. Занимаюсь спортивной подготовкой спортсменов к соревнованиям. И консультирую их по эндокринной части вопроса. Соответственно, занимаюсь спортивной фармакологией. В прошлом сезоне мы готовили Дениса к ряду про-турниров. Получили, как мы оцениваем, замечательные результаты. Соответственно, после этого мы ушли в так называемый межсезон. Дали спортсмену отдохнуть. И теперь начинается новая подготовка, где мы ставим основную задачу. Дополнительный набор мышечной массы при максимальном сохранении здоровья. В этот раз на межсезонье нами было принято решение оставить спортивную фармакологию для того, чтобы максимально сохранить достигнутый результат. Это был первый раз, когда Денис продолжил использование спортивной фармакологии между соревновательными этапами. И мы использовали такие препараты, как Сустанон, Тренбалон и Балденон в небольших дозировках для того, чтобы держать ровный фон. Это производилось под моим контролем. Соответственно, мы мониторировали показатели крови. И в следующем выпуске мы их обсудим. В следующих роликах мы аналогично прошлой подготовке будем обсуждать ту спортивную фармакологию, которая понадобится в данном сезоне. Мы будем говорить про тестостерон, как и говорили ранее. Мы будем говорить про анаболические стероиды. В данном случае у нас будет несколько другая подборка препаратов. Мы будем говорить про соматотропный гормон. Из нового в этот раз у нас появится инсулиноподобный фактор роста. Нам есть что интересного про него заявить. Ну и также мы обсуждаем биологически активные добавки. Мы обсуждаем препараты, которые используем на сушке. Использование препаратов будет происходить под моим контролем. Каждый месяц мы планируем мониторировать анализы крови, делать соответствующие выводы и озвучивать вам, что меняется в состоянии здоровья Дениса, что мы пытаемся поправить и все ли идет по плану. Друзья, мы не советуем использование спортивной фармакологии. Вся информация в наших выпусках будет представлена исключительно в ознакомительных целях. И если вдруг вы решите перейти на темную сторону, то делайте это только под контролем специалистов. Спасибо, Паш. И вот с этой командой я буду готовиться на протяжении всех этих месяцев к турнирам. И надеюсь, я смогу показать версию Гусев 2.0. Что вообще вас будет ждать ценного и полезного в моих роликах? Почему вам их нужно смотреть? Ну, во-первых, конечно, они не всем нужны, эти ролики. Если вы домохозяйка или веган, можете не смотреть этот ролик и просто пролистывать. Если же вы человек, который готовится к соревнованиям по бодибилдингу в любой номинации, хоть бикини, хоть мацфизик, хоть бодибилдинг, либо человек, который просто ходит в зал и тренируется, ему интересно, как готовятся спортсмены и как самому стать лучше. Даже если вы человек, который просто лежит на диване и попивает пивасик с бургерами, но вам интересно, как готовятся профессиональные атлеты, то этот контент подойдет для вас. В ходе этих роликов мои специалисты будут давать мне рекомендации, которые я буду выполнять. Тренер будет, соответственно, подборать мне программы по тренировкам. Я буду показать вам свои тренировки. Иногда буду тренироваться с ним, он будет меня корректировать. Врач-эндокринолог будет на основе моих показателей крови давать мне рекомендации по приему препаратов, как фармакологических запрещенных препаратов, так и аптечных препаратов, для того, чтобы сохранить мне здоровье. Соответственно, диетолог, американский специалист, будет расписывать мне разные варианты диет и предсоревновательной подготовки к соревнованиям. Мне самому интересно, как питаются американцы, потому что очень часто общаясь с ними, я слышу от них, что они не сидят ни на безуглеводках, не режут сильно углеводы, едят по 200-300 грамм углеводов в день прямо перед соревнованиями и показывают при этом фантастически крутую форму. Поэтому информация получена непосредственно из-за океана. Очень важная цена для меня, я думаю, будет полезна и вам. Ну и в тот момент, когда подойдут уже сами соревнования, я поеду за границу. Если все получится, возьму с собой любимого своего оператора Жана. Жан, тебе привет. Помаши рукой перед камерой. Вот он, его большой лайкос. И мы для вас заснимем классный контент уже непосредственно из Европы или куда мы доедем, в общем. И покажу, как проходят сами соревнования, на каком-то, может, хорошем уровне, на каком-то нехорошем уровне. Они бывают разные. И мы все узнаем, смог ли я сделать крутую форму версии Гусев 2.0 за эти 5 месяцев. Помогли ли мне специалисты, либо я залажал и не оправдал их и ваши ожидания. Друзья, в ходе этого межсезонья я не расслаблялся. Я регулярно тренировался. Я пытался удержать мышечную массу. Надеюсь, мне это удалось. И сейчас бы я хотел показать ту форму, с которой я начну свою подготовку в этом сезоне. Ну, а дальше я попрошу оператора смонтировать, показать форму, с которой я начинал в предыдущем сезоне готовиться, чтобы вы могли ее сами. Итак, моя форма на текущий момент. Продолжение следует... В общем, друзья, как всегда, простой русский парень из деревни под названием Тихорецк, который мечтает второй раз выступить на Олимпе и четвертый раз затащить профессиональный турнир, был с вами. До новых встреч. Я думаю, следующий ролик выйдет через пару недель, поэтому добавляйте с докладки, ставьте колокольчик и расскажите всем своим друзьям, что Гусев опять начал готовиться к соревнованиям, опять мечтает попасть на эту Олимпию в Лас-Вегас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok